Субтитры создавал DimaTorzok По архивно-информационной безопасности фонда Следующие две версии файла были обнаружены в слоте SCP-6000 автоматически сгенерированном SCP-INET 25 июня 2022 года в качестве пустого заполнителя История файлов оказалась недоступна Из-за его содержания и сомнительных обстоятельств обнаружения Совет О5 решил оставить этот файл без изменений Ни одно из далее указанных событий не произошло Координаты, указанные как местоположение SCP-6000 не содержат ничего примечательного Мария Джонс, директор АПАИП Проект ЗАУП Пароль САД – это вотчина змея Уровень 4.6000 Секретно Объект номер SCP-6000 Класс объекта КЕТЕР Особые условия содержания Текущие протоколы сдерживания заключаются в сокрытии существования SCP-6000 любыми необходимыми средствами Ресурсы фонда должны быть в первую очередь направлены на дезинформацию и сокрытие, в то время как разрабатывается решение постоянного сдерживания или уничтожения Любые неуполномоченные лица, входящие в зону отчуждения SCP-6000, должны быть задержаны Описание SCP-6000 представляет собой массивную пространственную экструзию, расположенную на... В тропических лесах Амазонки в Бразилии SCP-6000 представляет собой транспортирующий портал класса W, в просторечии известный как Путь, являющийся крупнейшим из когда-либо встречавшихся фонду В настоящее время длина SCP-6000 составляет 19 километров от северо-востока до юго-запада Область, непосредственно затронутая присутствием SCP-6000, значительно больше, и вокруг нее установлен временный периметр безопасности диаметром 8 километров, обозначенный как зона отчуждения SCP-6000 растет нестабильно, его присутствие отрицательно сказывается на растительном и животном мире в зоне отчуждения Степень этого эффекта, вместе с размером самой зоны отчуждения, увеличивается пропорционально SCP-6000 SCP-6000-A это разумный змееподобный организм, обнаруженный в зоне отчуждения во время первоначальной разведки SCP-6000 Объект пребывал в коматозном состоянии в окружении человеческих трупов Связь SCP-6000-A с SCP-6000 расследуется SCP-6000 связывает базовую реальность с пространственной локацией, известной как Библиотека странников или же NX-001 SCP-6000 впервые появился 21 декабря 2030 года, в день летнего солнцестояния Спутниковые снимки тропических лесов Амазонки в реальном времени внезапно отобразили значительную визуальную аномалию И для осмотра местности была направлена разведывательная группа Информацию о Библиотеке странников мы пропустим, если ты не против Конечно! Приложение 6000.2 Изначальное столкновение Сводка происшествия Крупная визуальная и пространственная аномалия длиной 500 метров, напоминающая переливающуюся трещину в реальности Окрестные флора и фауна изменились по форме, цвету, составу и размеру, все больше искажаясь в зависимости от близости к аномалии Согласно наблюдению с дальней дистанции, предполагается, что это путь, ведущий в библиотеку Однако значительно больший, чем любой из трещин их ранее Требуется физическое подтверждение Предлагаю отправить команду немедленного сдерживания и специализированный отряд МОК Сигма-3 Правка! Знаете, это действительно красиво Связь с разведывательной группой из трех человек прекратилась после передачи указанных данных Группа Рескон и ударная группа из МОК Сигма-3 Библиографы были немедленно отправлены на место Они нашли оборудование и припасы группы наблюдения, но ни одного из ее членов Следы, ведущие от того места, указывали, что они вошли в область, обозначенную на данный момент зоной отчуждения Во время поиска пропавшей разведывательной группы, персонал обнаружил 12 неопознанных трупов, одетых в мантии у подножия этого мутургического ритуального круга В его центре находился SCP-6000-A, свернувшийся клубком и пребывавший в коматозном состоянии Сущность была стремительно доставлена по воздуху в участок 57 и поставлена на содержание Тем временем, одну из ударных групп снарядили для экспедиции в SCP-6000 Благодаря ее обширному опыту работы с NX-001, путями и дланью змея Для сопровождения ударной группы была доставлена директор Тильда Мус из участка 57, где она находилась с административным визитом В зоне отчуждения группа Чикаго, состоящая из четырех человек, включая директора Мус Смогла пронаблюдать, как большая часть ствола дерева, высотой несколько десятков футов, была преобразована в книжную полку без самих книг Позже часть команды, за исключением директора, оказалась в крыле NX-001, в котором отсутствовала крыша, а полки оказались нелакированными Вскоре оперативники встретили огромную красную многоножку, также известную как архивист Попытка вступить в диалог не увенчалась успехом, однако женский шипящий голос приказал оперативникам уходить После этого оперативники были атакованы библиотекарями третьего класса, носящими униформу группы обнаружения По итогу операции, лишь двое сотрудников были возвращены невредимыми Чикаго-1, агент Адам Макмиллан и Чикаго-2, директор Тильда Мус Они были эвакуированы в участок 57 Внезапная, неспровоцированная враждебность со стороны NX-001 и преобразование разведывательной группы в библиотекарей Наказание, обычно применяемое за серьезные нарушения порядка в библиотеке, вызвали экстренное заседание Совета О5 на следующий день В то время как МОГ-Дельта-45 поддерживало периметр безопасности вокруг SCP-6000 Приложение 6000.3 Последующее содержание Из-за относительно удаленного местоположения объекта, угроза была не столь значительной, как могла бы быть Тем не менее, возможная опасность постоянного крупного пути класса W на Земле была значительной 23 июня Совет Смотрителей санкционировал первую серию протоколов сдерживания и смягчения последствий для локального сдерживания SCP-6000 Они были объединены в проект «Залп» и состояли из Обозначение участка 57 как официального места содержания SCP-6000 Возведение ограды вокруг зоны отчуждения для отпугивания диких животных и путешественников Реквизиции ресурсов для долгосрочного изучения SCP-6000 Ареста известных ячеек SO-14 «Блань-Змея» Дозволение членам МОК Сигма-3 решительно искать средства борьбы с NX-001 Вскоре после этого SCP-6000-A очнулся от коматозного состояния Во время предварительного осмотра медицинским персоналом в участке 57 При попытке атаковать персонал, объект был выведен из строя охраной Находясь на содержании, SCP-6000-A неоднократно ссылался на библиотеку странников «Идлайн-Змея» Директор МУС была уполномочена проводить следственное интервью В сопровождении вооруженной охраны, чтобы попытаться получить информацию по поводу произошедшего В ходе интервью выяснилось, что SCP-6000-A не помнит многое после своего пробуждения Объект упоминает, как некий голос нашептывал ей во сне истории с участием ГОК фонда SCP и NX-001 А также указал, что ее облик уподобится его SCP-6000-A далее соглашается поделиться информацией по поводу SCP-6000 в обмен на историю со стороны директора МУС Она была вынуждена рассказать о своем последнем посещении библиотеки Будучи не в ладах с дланью змея из-за противоположных взглядов об улучшении мира Девушка пробралась в отсек библиотеки, известный как «Пять архивов», в котором хранились запретные знания и создавались библиотекари Считалось, что туда было невозможно попасть Однако месяцы подготовки позволили Тильде проникнуть внутрь с помощью магии Она взяла некоторые книги, карты путей и списки После чего покинула NX-001 и передала находке организации По завершению рассказа SCP-6000-A и директор МУС вступают в спор по поводу бесконечности библиотеки Объект утверждает, что данное место бесконечно расширяется с новыми историями и знаниями В то время как мертвые, законченные истории поглощаются и превращаются в полки для новых историй Далее SCP-6000-A рассказывает историю о девочке, которая умела манипулировать огнем Однажды за ней пришли люди с пистолетами, от которых ей помогла спрятаться длань змея В библиотеке девочка читала одну книгу за другой, но затем столкнулась с проблемой Каждая история заканчивалась Она не могла перестать думать о конце историй и о том, что случалось после Боролись ли персонажи со своим концом или принимали свою судьбу Объект не знает, как эта история может помочь фонду и директору МУС Но предлагает поискать длань змея Они помогли девочке Может быть, они могли бы помочь и организации Приложение 6000.4 Последующие действия залпа 27 июня 2030 года По предложению SCP-6000-A и согласно проекту «Залп» Совет О5 одобрил проведение операции «Черная звезда» Целью операции является единовременный налет на ведущие центры управления Главных ячеек длани змея силами МОКСа всего мира Операция «Черная звезда» успешно выполнена 28 июня Все 57 конспиративных квартир, подвергшихся налету Были полностью пусты и не содержали имущества или членов SO-14 В 30 из них находились в активном состоянии порталы класса W Ведущие в ту же часть NX-001, что и SCP-6000 Судя по всему, длань змея покинула планету Оставив активные пути, рассеянные по всей Земле К тому моменту SCP-6000 вырос до 1 км в поперечнике Зона отчуждения расширилась до 3 км Директору Тильде Мус был дан указ подготовить для Совета О-5 отчет, описывающий ее мнение по поводу ситуации Я не знаю, что к этому привело Еще горстка людей в самом деле оставили свой след среди стеллажей И уж мы можем сказать, что это и величайшее спасение для человечества И одновременно его величайшая угроза Только представьте, какое большое влияние на историю оказали люди, побывавшие в библиотеке И даровавшие знания, которых в противном случае у нас никогда бы не было А теперь представьте, какой будет пиздец, если источник всех знаний Вселенной обернется против нас Я не вижу этой истории счастливый конец Директор Мус была временно освобождена от своих обязанностей в Зоне 19 Для осуществления консультаций по вопросам сдерживания SCP-6000 в участке 57 Приложение 6000.5 Меры по сдерживанию залпа Всего было предпринято 37 попыток по сдерживанию SCP-6000 Включая использование огненного и теплового оружия, такого как огнеметы Применение высокомощных бомб и матрицы А3 Спутниковой ИРС-системы, что в конечном итоге не дало никаких результатов Директором Мус было устроено очередное интервью с SCP-6000-A К которой вернулась часть воспоминаний Объект помнит, как была молодой женщиной в длани Диадона Искавший служение знаниям в NX-001 и за ее пределами SCP-6000-A указывает, что тысячи лет назад Длайн начинала как культ под именем Змеиная Длань Это была воинская секта, посвятившая себя поклонению змею Который создал библиотеку Согласно словам объекта, змей является знанием воплоти Духом обучения И считается, что каждая мифическая иконография змеи Будь то Нага или Йормунгант Происходит от изначального змея Сам же культ со временем вымер Однако оставил после себя записи Которые привели к образованию нынешней длани змея Данную историю змей поведал SCP-6000-A в ее снах Директор Мус интересуется Могут ли эти истории помочь ей, на что объект отвечает Извини, но не такая у этой истории концовка SCP-6000 указывает, что концовки изменить нельзя И что они в любом случае не имеют значения В качестве примера объект приводит поступок Тильды Мус Для любого наблюдателя ее история закончилась, когда она предала длань и присоединилась к фонду Однако на самом деле она не перестала существовать и лишь перешла в новый нарратив, которым является директором Зоны 19 После SCP-6000-A оканчивает свою историю Девочка перестала волноваться из-за концовок, осознав, что всегда есть другие истории Например, повести о концах света, которым вместе противостоят фонд и глобальная оккультная коалиция Соперники, объединяющиеся перед угрозой, превосходящие их воображение Дымящийся пепел Залп по рядам деревьев Приложение 6000.6 Привлечение ГОК Ввиду заявлений SCP-6000-A было проведено голосование по вопросу о том, следует ли рассекретить подробности о SCP-6000, сложившейся ситуации и проекте залп представителям глобальной оккультной коалиции Организации Объединенных Наций в обмен на помощь в сдерживании или ликвидации аномалии Дипломатические агенты были отправлены в оперативный штаб ГОК в Германии для заранее организованного ознакомления с материалами, касающимися текущего статуса SCP-6000 и связанных с ним субъектов После совещания должностные лица ГОК подписали заявление, свидетельствующее о заинтересованности в расширении проекта Залп до статуса совместного предприятия В течение следующих нескольких дней сотрудники отделов Физикс, Псайхи и Птолеми были доставлены в участок 57 для помощи в исследовании и сдерживании SCP-6000, который увеличился до 2 км в ширину Из-за беспрецедентной неудачи боевого отряда Чикаго, Совет О5 и командование ГОК поручили ударной группе 98-42 «Веское основание» выполнить быстрый точный удар, чтобы попытаться получить доступ к библиотеке странников и выяснить ситуацию изнутри Агент Адам Макмиллан и директор МУС оказывали информационную поддержку из командного центра Ударная группа, получившая кодовое наименование «Гавань», обнаружила, что все деревья были ободраны и заполнены пустыми книгами в кожаном переплете Проникнув в NX-001, оперативники прошли между нескольких пустых полок и обнаружили аналой, на котором покоилась единственная книга Тонкая, в зеленом кожаном переплете и с названием «В процессе» Попытка забрать книгу привела к проявлению того же голоса, который слышала группа Чикаго Привожу аудиозапись Вы хотели увидеть, на что похожа другая сторона? Не волнуйтесь, любопытство — это добротечки Однажды я видела здесь посетителя, отчаянно поглощенного вопросами об устройстве библиотеки Он хотел знать, как устроена бесконечность Как это возможно, что библиотека может быть действительно бесконечной? Откуда взялось все это пространство? Конечные фразы Библиотека создает из законченных историй полки и вбирает законченные нервы в себя, часто, одновременно Ах, в этой гаджете Но вычистое сердце Маленькие дети, которыми командуют люди, ненавидящие то, что может случиться с этой историей Вам здесь рада Всем вам Вы выжили не зря Вы оба После того, как пропал сигнал группы гавань, SCP-6000 продемонстрировал значительные темпы роста, увеличившись почти до трех километров за два часа Приложение 6000.7 Обвал покрова После развертывания операции гавань на различных частотах начали транслироваться радиосигналы из SCP-6000 и всех путей, обнаруженных во время операции Черная звезда Сообщение, содержащееся в них, было озвучено тем же шипящим женским голосом, повторяющим точные координаты эпицентра SCP-6000 и фразу САД – это вотчина змея Через несколько часов мировое сообщество обнаружило сигнал, и он начал быстро привлекать внимание в интернете и СМИ, несмотря на значительные усилия фонда по подавлению его обсуждения Усилия по содержанию лишь способствовали убеждению людей в заговоре и в конечном итоге привели к тому, что несколько человек попытались добраться до зоны отчуждения пешком в течение следующих нескольких недель В то время как данные лица были обработаны амнезиаками, более крупное движение вокруг SCP-6000 не прекратилось и продолжает расти Осведомленность мирового сообщества о существовании SCP-6000, казалось, значительно ускорила его рост В последующие часы он расширился до практически 6 километров в длину, без намерения останавливаться Рассматривается решение в виде тактических ядерных боеголовок ГОК Кроме того, 21 января агент Мак Миллан не явился на несколько брифингов и встреч залпа При обыске его апартаментов в участке 57 был обнаружен тауматургический ритуальный круг, нарисованный на полу На кадрах с камеры наблюдения видно, как ночью накануне он потратил час на создание круга После чего выполнил ритуал неясного назначения и исчез из своей комнаты в 7 часов 55 минут по местному времени Запись с камер наблюдения из зоны отчуждения показала внезапную вспышку света в то же самое время И мелькнувшего в листве агента Мак Миллана, предположительно движущегося в SCP-6000 Следующая записка, адресованная директору МУС, осталась в его апартаментах в запечатанном конверте Извини, Тилли, я ранее проводил недели меж полок библиотеки, просматривая все, что попадалось мне на глаза Ощущение потустороннее в самом прямом смысле этого слова Я уверен, ты понимаешь это чувство Разница в том, что ты не могла войти, ты сделала выбор между библиотекой и фондом Когда я впервые вошел, это была просто миссия Я испытал нечто удивительное, нечто намного превосходящее то, что считал возможным И тогда я подумал, насколько чертовски обидно, что мы смотрели на что-то столь великолепное И беспокоились только о том, как это может навредить нам Теперь я понимаю, что это не так Библиотекари причиняют вред только тем людям, которые пытаются остановить расширение Я не собираюсь этого делать Это конец истории, а не тот, в котором мы как-то додумались до волшебного средства, способного все исправить И единственное, что я могу сделать, это изменить свое отношение к происходящему Я просто хочу вновь оказаться меж полок и увидеть фальшивые звезды Думаю, это мой счастливый конец Подпись А.М Вскоре было проведено третье интервью с SCP-6000-А Директор МУС утверждает, что объект отправил четверых агентов из группы Гавань на смерть И что агент Макмиллан эгоистично бросил всех В ответ SCP-6000-А говорит, что это не так И она устала говорить то, что Тильда и так знает Она бы хотела все объяснить ей, но это затруднительно Ты не кричишь книгу, когда персонажи разочаровывают тебя Ты ничего не можешь с этим поделать Лишь наблюдать, как все развернется Отрицанием ничего не исправить Ты не можешь выбрать концовку Лишь выбрать, как ее воспринимать Далее объект утверждает, что ее воспоминания вернулись Это она была той девочкой, которой не нравились окончания историй Согласившись на ритуал, она хотела узнать, как закончилась ее история А в итоге узнала, как закончилась история мира К счастью для нее, концовка в обоих случаях одна и та же Истории — это бред Именно так вы и сказали На что SCP-6000-A ответил Истории — это все, что есть Приложение 6000.8 Продолжающиеся попытки сдерживания Из-за беспрецедентного провала протокола Покров и последовавшей за этим реакцией со стороны NX-001 Весь бассейн Амазонки был помещен в карантин и выдан под юрисдикцию фонда ИГОК в рамках проекта «Залп» SCP-6000 увеличился до 13 километров в длину и скорость его роста возросла В настоящее время разрабатываются планы для сценария класса ВМ «Сорванный маскарад» Открой следующий файл, Граут Сию минуту Проект «Залп» Пароль Сад — это вотчина змея Уровень — 1 дробь 6000 Секретно Объект номер SCP-6000 Класс объекта Аполеон Особые условия содержания Содержание SCP-6000 провалилось Весь персонал фонда или залпа, оставшийся на Земле, должен явиться к куратору HMCL своей зоны для получения дальнейших инструкций Описание SCP-6000 — это часть планеты Земля, которая преобразована в секцию экстрамерной локации, известной как Библиотека странников В настоящее время SCP-6000 полностью охватывает западное полушарие и продолжает увеличиваться в размерах Преобразование SCP-6000 началось в бассейне Амазонки в Южной Америке и распространилось на все полушария в последующие недели, несмотря на совместные усилия фонда и ГОК в рамках проекта «Залп» Все населенные пункты, объекты фонда, ГОК и залпа внутри SCP-6000 считаются потерянными Протокол Покров следует игнорировать В настоящее время сдерживание SCP-6000 включает в себя эвакуацию персонала залпа в резервные экстрамерные зоны SCP-6000 охватывает 58% поверхности Земли и активно растет Согласно прогнозам, он покроет всю планету в течение двух с половиной недель Приложение 6000.1 Финальный протокол Далее приводится последний аудиофайл, записанный и переданный из участка 57 до того, как он был полностью поглощен SCP-6000 Хотя предполагалось, что весь персонал и полезные аномалии были эвакуированы Расследование показало, что директор МУС не садилась ни в один из эвакуационных вертолетов во время произошедшего хаоса После записи данного аудиофайла обе личности исчезли с биометрических сканеров участка 57 Через несколько секунд объект был поглощен SCP-6000 Начало протокола Ну, что теперь? Что ты имеешь в виду? Мы будем ждать Что еще мы можем сделать? Ничего, полагаю Будем ждать Тогда почему ты волнуешься? Я не уверена Знаешь, тебе правда не стоит волноваться Почему это? Покидать этот мир не так страшно, как кажется Я думаю, ты понимаешь, что произойдет И что же произойдет? Произойдет то, что всегда происходит Это естественно Нет, к черту, в этом нет ничего естественного Мир пожирается заживо А мы сидим и наблюдаем за апокалипсисом Не в силах ничего с этим сделать Ты думаешь, что после этого что-нибудь будет? Я не верю в Бога, если ты об этом Кто-либо, работающий в фонде И все еще верящий в Бога Верует сильнее, чем Папа Римский Я не об этом Что, по-твоему, произойдет, когда путь покроет мир? Будет просто пустота? Конечно Он пожирает мир Замещает его В этом ты ошибаешься Что? Я не понимаю, директор Ты логически понимаешь, что солнце когда-нибудь выгорит Ты проживаешь один день своей жизни за другим в рутине Прекрасно знаешь, что у вселенной есть срок годности Всегда есть концовка Да, но это... Естественно Медленная, мучительная, тепловая смерть вселенной Гаснущая одна за другой звезды Больше не способная существовать Чем это естественнее того, что происходит сейчас? В этом всегда заключалась роковая ошибка фонда В неспособности адаптироваться и выживать Это ничего не меняет Это меняет все, Тильда Мы все живем и работаем, зная, что ничто не длится вечно Но мы не позволяем этому знанию испортить нам историю И сейчас самое главное Всегда существует больше историй Я... не понимаю Библиотека — это все истории Где однажды была одна история о фонде И его доблестном противостоянии к концу света Будут еще тысячи миллионов новых историй И тысячи миллионов новых миров внутри них Библиотека не просто связывает все миры Она и есть все миры Каждый мир — история Каждая история — мир И все, что имеет значение Значит, все не вышло из-под контроля Это конец истории, и мы становимся частью библиотеки Полагаю, можно сказать и так Разве ты не хотела посетить библиотеку еще раз? Выглядишь, будто соскучилась по ней Агент МакМилон точно соскучился Ну давай, открой уже наручники Ты ведь не хочешь пропустить конец света? Не так ли? Что? Так... что? Ни я, ни Адам, никто либо еще не смог сделать ничего, чтобы это остановить? Все это было бессмысленно? Ах... смысл был в том же, что и всегда Создать новую историю, где раньше не было ничего Будь рада, Тильда Твою историю запомнят навсегда Директор, мы уже это проходили Ты не выбираешь конец истории Но ты можешь выбрать, как ее воспринимать Можешь сидеть и рыдать, что старые истории, которые ты полюбила, исчезли Или же ты можешь улыбнуться и перейти к следующей полке Добро пожаловать домой, тюремщик Как? Я тебе говорила Библиотека – конец твоей истории Но это не должно быть чем-то плохим Потому что ты можешь перейти к следующей истории Конец – это не смерть, Тилли Ты упрямо цеплялась за эту идею так долго Появятся новые истории Новые миры, где будет фонд Где буду я Все, за что мы боролись Все, что мы сделали Они уже появились Так что приступай к чтению Я думаю, это оно Мой счастливый конец Мой счастливый конец Мой счастливый конец Мой счастливый конец